МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Частно-государственное партнерство. На совещании в Доме правительства обсудили новые механизмы строительства социальных объектов в Республике. Без паники. Как душевная равновесие помогает преодолевать болезнь? Королевство лишних слов. В Чебоксарах состоялась премьера фильма, созданного юными жителями. Правительство Чувашии планирует строить социальные объекты, используя механизм частно-государственного партнерства. В качестве инвестора готов выступить в Нешэкономбанк. Он вложит собственные средства в строительство школ в новых микрорайонах столицы Республики. Других населенных пунктах. Этот и другие вопросы обсудили сегодня на совещании руководителей строительного комплекса Республики. Концессионные договоры выгодны обеим сторонам. Государство оперативно получает важный социальный объект, в данном случае школу. Инвестор – проценты со сделки. Так планируют построить образовательные учреждения в микрорайонах Солнечной и Радужной. Очевидно, что если мы будем только за счет бюджетных средств их строить, и будет вот эта картина постоянно присутствовать, что мы будем отставать от развития территории. И здесь для того, чтобы как минимум быть наравне или в соответствии с развитием, или хотя бы чуть-чуть опережать этот процесс, мы сейчас активно включаемся в процесс конституционных взаимоотношений с СНБ, с тем, чтобы эти объекты были построены. На опережающее проектирование социальных объектов в региональной адресной инвестиционной программе на 2021 год предусмотрено 600 миллионов рублей. На сегодняшний день готовятся чек-листы по сформированным земельным участкам, и на следующей неделе мы передаем их уже в государственную компанию просвещения, которая будет являться конституционером, и для того, чтобы эти заявки были рассмотрены. Обсудили на совещании и результаты использования при строительстве жилья эскроу-счетов. С начала запуска проектного финансирования в регионе сдано в эксплуатацию 20 жилых домов общей площадью 156 тысяч квадратных метров. Но строительный рынок Чувашии покинули 12 застройщиков. Не всем хватило собственных оборотных средств. С рынка в текущем году ушло четверть застройщиков и сократилось, соответственно, на четверть количества квадратных метров строящихся. В связи с этим наблюдается укропнение бизнеса, то есть те застройщики, которые остаются на рынке, это крупные, они как бы забирают эту часть с рынка. Хотелось бы отметить, что Чувашия, в принципе, лидирует по раскрытию подобных счетов эскроу. Их у нас на сегодняшний момент 1723, по сумме перечисленных средств 3,7 миллиарда рублей. Хотелось бы также отметить, что средняя сумма по одному счету эскроу на сегодняшний момент является 2,1 миллиона рублей. По предварительной оценке Минстроя Чувашии, объемы ввода жилья по итогам текущего года составят более 600 тысяч квадратных метров. В настоящее время на стадии строительства находятся 86 многоквартирных домов. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, Республика. Сегодня депутаты Новочебоксарска на внеочередном заседании единогласно утвердили главу администрации. Им стал Павел Семенов. Почти два с половиной месяца Новочебоксарск оставался без сити-менеджера. В конце сентября заработала конкурсная комиссия. Документы подали 8 человек. По набранным баллам депутатам рекомендовали двоих из них. Оценивалось по трем направлениям. Это профессиональная компетентность кандидата, соответствие культуры, муниципальные службы, личностно-деловые качества кандидата. Комиссия приняла единогласное решение. Это Семенов Павел Владимирович 475 баллов и Скворцов Денис Олегович 425 баллов. Павел Семенов уроженец Чувашской республики. Долгое время работал в федеральных органах власти. Был депутатом Государственной думы и помощником члена Совета Федерации Николая Федорова. Другой кандидат Денис Скворцов. Начальник отдела дорожной деятельности и транспорта администрации Новочебоксарска. В поддержку Павла Семенова выступили руководители фракции городского собрания депутатов. Посмотрев кандидатуры, которые были выявлены на сегодня конкурсовской комиссией на замещение должности главы администрации Новочебоксарска, обе кандидатуры достойны. Единогласным решением было принято депутатским лицом фракции Единой России поддержать именно кандидатуру Павла Владимировича. Наша фракция единогласно поддерживает кандидатуру Павла Владимировича Семенова. На этот непростой на самом деле пост люди от нас ждут действительно реальных дел, которые они почувствуют не на бумаге, не на цифрах, а действительно ощутят на своей жизни. Тоже полностью поддерживаем Павла Владимировича. Надеемся, что у нас все вместе получится, будем работать совместно. Ваш многолетний опыт, мы в нем не сомневаемся. Желаем вам удачи. Прошу голосовать. Кто за? Решение принято. Сразу же с назначенным главой был подписан контракт. В первую очередь Павел Семенов займется инвентаризацией городского хозяйства. Я бы хотел все-таки взять некоторое время, посмотреть, что как работает во взаимодействии именно и в том числе с населением, насколько администрация слышит желания населения, жителей города, слышит, какие проблемы сегодня существуют, как быстро реагирует. То есть будет глубокое, быстрое погружение, если хотите, анализ ситуации. Поэтому и после этого будем принимать уже решения, выбирать приоритеты. Глава администрации пригласил в свою команду всех, кто хочет работать на Благаново-Чебоксарск. Он планирует побывать на предприятиях и организациях, встретиться с жителями. Татьяна Молокова, Александр Отяков, Республика. За последние сутки в Чувашии диагноз коронавирусная инфекция поставлен 124 жителям. 226 вылечились, летальных исходов 6. В период пандемии работа многих медицинских учреждений изменилась. Исключением не стало городской клинический центр Минздрава Чувашии. Городской клинический центр располагается в двух зданиях, поэтому пациентов разделили на два потока. В поликлинике номер 2 по улице Энтузиастов, 21, принимают пациентов с вирусными заболеваниями. В поликлинике же номер 1 по улице Социалистическая, 1А, ведется прием всех остальных. Здесь располагаются все врачи-специалисты. Здесь же у нас продолжается диспансеризация, здесь же мы занимаемся вакцинацией, проводятся диагностические исследования. Это позволило разделить потоки. Таким образом больные не смешиваются со здоровыми, так называемыми, пациентами. И это позволяет предотвратить распространение вирусных инфекций внутри лечебного учреждения. Лечение амбулаторных больных идет теперь по новым правилам. Дежурные выездные бригады приезжают к пациентам с температурой после осмотра, прописывают необходимый перечень лекарств. Их бесплатно раздают тем, кто болеет коронавирусной инфекцией. Уже 104 пациента поликлиники получили комплекты препаратов. Очень выручают студенты-медики. Мы помогаем разносить лекарства пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении. Также, кроме этого, мы помогаем в медицинских учреждениях. Это измерение артериального давления, пульсоксиметрии, частота дыхания и ведение медицинской документации. В лечении очень важно психологическое состояние больного. Одни при первых же симптомах без диагноза бегут в аптеке за антибиотиками. Другие занимаются самолечением и даже не хотят обращаться к врачам. И то, и другое не дает положительного эффекта. Дело в том, что это происходит под влиянием паники. Паника ничего хорошего не несет. Можно ли справиться с этой паникой? Да, можно. Если подойти к этой ситуации рационально. Нужно посмотреть, есть ли рациональная почва под паническим состоянием. Посмотреть, есть ли у меня в записной книжке телефон регистратуры больницы. Нужно понимать, что на сегодняшний день государство выделало дополнительное финансирование, лекарственное обеспечение. И поверьте, что ни один житель республики не останется без медицинской помощи. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. Жители деревни Кошмаш и Маргаушского района с нетерпением ждут новую школу. Строительство уже началось, но неожиданно появились и проблемы. Подробнее в нашем сюжете. Напомним, что жители очень долго добивались решения построить в их деревне новое здание взамен старого, закрытого из-за аварийного состояния. По проекту это будет двухэтажная школа на 108 учеников. На первом этаже разместятся кабинеты начальных классов, пищеблок, медицинский блок, спортзал, кабинеты дерева и металлообработки. Второй этаж будет отведен под другие учебные кабинеты, библиотеку и музей. Обучаться здесь будут с первого по девятый классы. Поводом для тревоги стало отставание от графика строительства. Мы сейчас разбираемся, в чем проблема. На стадии экспертизы было очень много вопросов, недоработок. Изначально, когда производились изыскательские работы, не нашли проблемы с грунтом. А сейчас выявлены проблемы. Сваи, когда забиваются внутрь, к сожалению, есть пустоты, которые нужно заполнять. Пришлось искать варианты решения проблемы и вносить изменения в проект. На это ушло время. Но безопасность детей превыше всего. Статические данные испытания показали, что сваи не несут проектную нагрузку. В связи с этим превзвели перерасчет, добавили количество сваи. И на данную процедуру потратили немного времени. Потеряли, скажем так, в строительстве. Вот немного упущено. Ну да, на данный момент уже все вопросы решены. И продолжаем строительство, бетонирование фундаментов в частности. Чтобы наверстать упущенное, подрядчик обещает увеличить количество рабочих смен. Срок сдачи школы 30 июня 2021 года. Ульяна Питакова, Дмитрий Салманов, Республика. В рамках национального проекта «Демография» семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сейчас это 9 883 рубля, но осенью эти деньги смогли получить не все. Сейчас ситуация нормализовалась. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Чуварской Республики. Основная часть выплаты составляет средства федерального бюджета. По текущему году это 99%. На текущий год из федерального бюджета Чуварской Республики предусмотрены средства в объеме 687,2 миллиона рублей. Дефицит средств, который мы наблюдали в ноябре месяце, на сегодняшний день отсутствует. На сегодняшний день мы выплаты уже перечислили на 742,3 миллиона рублей, в том числе в ноябре более 72 миллионов рублей. На сегодняшний день мы уведомления получили о выделении Чуварской Республики указанных дополнительных денег. Далее у нас процедурные моменты. Это заключение с Министерством России дополнительного соглашения, доведение средств и так далее. Мы надеемся, что средства поступят в ближайшее время и мы могли перечислить указанные средства семьям с детьми в привычное для них время. Минтрудом Чуваша принимает исчерпывающие меры, чтобы каждая семья получала выплаты в привычное для них время. Бизнес вопреки диагнозу. Каждый человек стремится заработать себе на жизнь. К сожалению, не все работодатели готовы брать на работу людей с инвалидностью. Как выход из ситуации – открыть свое предпринимательское дело, получив первоначальный капитал от государства. О том, как это сделать, смотрите далее. Бизнес вопреки диагнозы. О назначении субсидий или отказе. В Чуваше есть яркие истории успешных бизнесменов, которые пошли за своей мечтой вопреки всему. Екатерина Волкова – инвалид по слуху. Но рядом с ней всегда надежный друг – ее отец, который верит в нее и во всем помогает. Обратились на службу занятости. Елена Николаевна очень хорошо нам во много помогла. Встали на учет, представили все документы. Были предложения, но когда говорят, что инвалид, брать никто не хочет. Екатерина стояла на учете в качестве безработной полгода. Она прошла пять собеседований, но безрезультатно. У девушки творческая натура. Поэтому она решила попробовать себя в творчестве. Ведь ее специальность – художник график. В центре занятости Катя заполнила анкету, которая рассказала о своих способностях. И прошла тест, который показал, что шансы на успешное предпринимательство у нее достаточно высокие. Так появился бизнес-проект «Художественная роспись по коже и ткани». Вся комиссия одобрила ее бизнес-план, потому что он был очень интересен. Он был очень своеобразный, индивидуальный. Таких направлений у нас еще не было, скажем так, среди инвалидов. Екатерина Волкова получила государственную субсидию в размере 124 тысячи рублей, которая пошла на закупку оборудования. Сегодня на странице Кати в Инстаграме идет оживленная переписка с заказчиками. Те работы, которые не проходят по лазерному принтеру, она рисует еще от руки. Вот эта работа ручная. С лета этого года и П. Чувашии без наемных работников могут выбрать деятельность с налогом на профессиональный доход. Это значит, что Катя может вести свой бизнес как самозанятый, без кассового аппарата, введя учет в приложении со смартфона и отчисляя государству от 4 до 6% налога, только с реального дохода. В числе новых мер поддержки для плательщиков НПД – участие в закупках с теми же преференциями, что и для субъектов малого и среднего предпринимательства. Более подробную информацию можно получить в отделах КУ ЦЗН Чувашской республики. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Власти Чубоксар планируют изменить схемы движения семи троллейбусных маршрутов. Голосование проходит на портале «Открытый город» до 7 декабря. На сегодня в опросе приняли участие свыше 11 тысяч чубоксарцев. Наибольшая активность отмечается по маршруту троллейбуса номер 14, который предлагается продлить в микрорайон «Солнечный». Предложения по изменению схем движения поступили от инициативных групп жителей. Корректировать маршруты будут только после тщательного обследования специалистов и учета мнений горожан. Республиканский фестиваль «Квест Детский Агатуй» занял третье место во всероссийском конкурсе «Дом культуры. Новый формат». Он проводился по трем номинациям и включал проекты, реализованные домами культуры на трех уровнях. Поселенческом, муниципальном и региональном. На участие в конкурсе поступило 170 заявок из 77 регионов. Победителей наградили 1 декабря в Москве. Они получили денежное поощрение и дипломы. В Чубоксарах состоялась премьера детской сказки «Королевство лишних слов». Фильм о русском языке стал победителем конкурса грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. О том, как шла работа над проектом и о результатах, расскажут наши юные корреспонденты. Теперь в фонде фильмов Чувашии есть самая настоящая детская сказка. Премьера работы «Королевство лишних слов» стала праздником. Позади изнурительные съемки, дублирование и монтаж. Впереди просмотры и отзывы. Мне всегда хочется все сделать идеально, поэтому есть какие-то моменты, которые я бы сейчас пересняла. Но в целом я безумно довольна работой ребят, особенно их ответственностью и трудолюбием, потому что съемки иногда дались по 12 часов, по 10 часов. Там Владик у нас с этой короной на проволоке терпел все вот это сдавливание в голове. Кто-то на жаре снимался, кто-то на холодном полу в темнице. У них столько испытаний было, но результат, мне кажется, стоит того, и я думаю, я уверена, что они это на всю жизнь запомнят. Стильные костюмы, красивые локации, музыкальные номера и только дети в кадре. Все это делает фильм киностудии «Куча мала» особенным. Но самое главное – идея проекта. Каждый человек на съемочной площадке знал, для чего он работает. Чтобы сделать нашу речь лучше, чтобы, ну, просто не было такого, что человек идет, и тебе не о чем с ним разговаривать, потому что он допускает массу ошибок. Доходит до того, что вполне русское слово пишут латиницей. Зачем? Гадлайн! Бренд! Аккаунт! Именно на конфликте русских и иностранных слов построен сюжет фильма. Власть в сказочном королевстве захватил варваризм, а русский язык брошен в темницу. Спасти его придется двум блогерам, которые в начале фильма не сильно следят за своей речью. Но к финалу, по всем законам драматургии, их отношение к языку меняется. Дети сделали очень большое дело. Прекрасный фильм, прекрасный актерский состав. И фильм аж до муражек. Этот фильм достоин самого широкого внимания, и мы обязательно будем рекомендовать просмотр во всех образовательных учреждениях Чувашской республики. Не только в Чуваше этот фильм будет пользоваться успехом. Я думаю, что если сейчас это хорошо зайдет на Ютуб, как говорится, современным языком, то он будет на самом деле за пределами России даже очень хорошо восприниматься. Потому что тех, у кого бьется русская кровь, они все равно будут восприниматься как наши родные. Национальное телевидение Чувашии покажет сказку королевства лишних слов 5 декабря в 18.00. Не пропустите! Ксения Серова, Данил Сергеев, Андрей Шоклев, Республика. Это были главные новости среды 2 декабря. А я с вами прощаюсь до завтра. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова